так ну вот и по плюшечки жена готовила старалась да обязательно я вижу да обязательно сейчас обязательно когда от всей души лучше любого ресторана вот так все все мы начинаем начинаем проснулись проснулся утром сегодня 7 утра дождь есть вы знаете эльдар рязанов кстати это он текст написал привода нет такой у погоды нет плохой он написал и вот мне поэтому интересно поговорить как мы сидим с вами туман и вот туман идет дождь идет а мы сидим под крышей нас на нас не капает вот и продолжаем наши интересные темы нашу беседу и вот это если поле погода такой можно поговорить вот о погоде а климате вообще поговорить его влияние на человека тоже интересный текст да на погоде при вот можем саша начальство его ближе ко мне сидит можем саш как он тебе это понимает очень погода как действует у тебя погода настроение действует она или нет я сейчас уже никак не действовать когда двадцать пять тридцать лет когда пил курьеру мясо птицы делся погоды следил какое давление какое-то там и звучание чесно ли что плюс 45 тому что минус 25 одинаков так ничего если я замену это отлично наоборот хорошо да нормально хорошо так что нормально да увидел я какую палатку взял я последний раз в этой палатке на семи седьмом году малютка такая вот все на себя натянуло и тепло нормально вчера два раза купался позавчера три раза сегодня ни одного когда я задал вопрос я конечно расширенно понимал вообще влияние на человека на человечество как она погода меняется она с годами теперь тоже лет то уже тоже не 20 лет ты уже ребенка спроси 10-летнего у него свои представления погоды ребенок он бегает по луже он там у него брызгается где уже сам начинает говорить не все-таки я хотел чтобы вы говорили расширенно может погодил как все хорошо ничего плохого нет я я помню как-то примерно 98 год в осетии из кармадонского ущелье шоу боя феогдонского на мне там десять отежек было офицерский плащ проватка старая монгольская куртка кожаная проливной дождь я весь мокрый потом пронизывающий ветер 15 минут и я сухой все думаю заболел пришел пришел феогдонское ущелье поселок хидикус это переночевал и все я совершенно здоров и через несколько лет я читал пушкина путешествие в барзару граф паскевич его с собой взял тоже он и из одного ущелья в другую шел весь вымок ветер высушил и пушкин не понял что он помрет простудиться в какую-то армянскую деревню пришел там венцер попил заснул все здорово ну да да девочка а ты у тебя ты погоде ближе нас потому что мы это в каменных домах живем да 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 вот сегодня утром я ну вы извините ради бога я ну в принципе интервью может иногда что-то свое говорить да мы когда встали я говорю вот юра проснется я саша может мы как-то сидели обсуждали я говорю ну конечно юра это у него домик здесь есть он может спрятаться ну что ему под дождем что ли ходить вот ты вчера работал дождя не было да а все равно дождь я говорю как раз есть плюс какой-то потому что по крайней мере гости не поедут в дождь потому что они по телефону звонят и нам есть возможность снять вот этот наш разговор у него тоже время появилось какое-то небольшое правильно потому что ну что под дождем то я вот рыбу могу ловить под дождем например потому что рыба бывает клюет когда рыба клюет это мне плевать на это на дождь честно говоря я все равно стою ловлю рыбу да ну вот расскажи немножко о погоде да о погоде ну тогда расширенно о климате расширенно я хотел именно расширенно большому самолету ветер и дождь в принципе вот так вот бумажному самолетику так вот или параплану так вот дельтаплану так вот он ловит воздушный поток так же человек вот так пока он здоровый сильный бодрый ему в принципе все так а все вот у нас гармонизировано связано между собой так притяжение луны вызывает наводнение ну если вода поднимается опускается так вот неужели на человека так грубо говоря луна не действует полнолуния вампиров так да вот астрология спорная не наука но спорная тема так ну есть взаимосвязь так с планетами так то есть такие далекие понятия а уж погода так вот давление так гипертония так так конечно и на рыбу влияет все влияет на растения влияет да поэтому если человек живет в каменных джунглях да ему в принципе он изолирован от всего более-менее да если человек живет на природе да ну просто я живу на этом острове я чувствую остров вот это не погода не климат я просто чувствую остров вот вот я живу в соответствии с этим островом так то есть в соответствии вот с биоритмами так вот с дождем с температурой с влажностью воздуха естественно если ты поймал вот этот вот момент вот это вот поймал вот момент и влился в него так вот и живешь не вот какие например так вот дожди а вместе так то есть он тебе не только мешает раздражает а ты вот принимаешь его так ну принимаешь солнце таким как линия так и поэтому если ты поймал вот это направление грубо говоря как бумажный самолетик летишь по ветру да так вот ну и тебя сама природа направляет именно вдоль потому что ты бумажный самолетик а в большом городе ты большой самолет и тебе не ветер так не дождь абсолютно все равно да гроза гроза там что в доме сидишь все равно а там на больших пространствах там молния ударит да к примеру я обратил внимание вот на что что ты знаешь ты мне кстати скажешь прав я или нет потому что мне интересно ты уже ты наверное первый раз пошел грибы смотреть да второй а второй все таки раз пошел но ты сразу попал я почему тебя спросил я на эти мелочи же обращаю внимание лисички пошли ты понял кто-то мне сказал или Юра сейчас вот уехал или Саша сказал говорит о сейчас подосильники я говорю да нет подосильники чуть позже пойдут говорю нет я уже 7 штук нашел а даже нашел видишь я не прав ребята ну за 15 лет я иду ты изучил уже а ты знаешь куда я иду мимо мимо я знаю что вот по тем кузикам уже должен быть говорю здравствуй я тебя ждал все сразу возник у меня ничего нормального пока разговариваем я чтобы не вас не особо не отвлекать ребята измените только я курю да нормально ничего страшного ничего страшного потрясающе интересная тема по поводу грибов все таки дело в том что когда мы с тобой помнишь ребята приезжали большая компания ребят стояла рядом и мы стояли именно там где напротив ну вот где рыб там выращивают и а я знаю я прочитал очень интересно о грибах что во первых по биомассе свои грибы на первом месте находятся на земле да они превышают и животную биомассу и растительную биомассу и грибницу на несколько сотен метров да 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 это это третье поколить это третье это самое интересное так вот я прочитал такую вещь что если на гриб посмотреть то он расти не будет расти не будет я тогда вот я между прочим я помню я тебе тогда говорил я тогда эксперимент провел такой недалеко от нашего места значит я там под осиных три под осиных и белый я их специально прикрыл они маленькие были от себя от юры потому что юра пойдет и он их соберет а мне же эксперимент надо было проводить я именно их веточками прикрыл чтобы ты их не собрал я наблюдал за ними и рядом еще гриб у нас там был ты знаешь на самом деле удивительно грибы чуть-чуть подрастли чуть-чуть подрастли они не выросли а ведь на самом деле гриб может за ночь вырасти за ночь может вырасти он за день за день за два дня он вот такой из маленького превращается в такой сантиметров 5-10 за день за два дня следующие такие мои наблюдения ну вот извините я вот рассказываю ну что сделаешь все равно я же вопрос задаю да гриб такой был такая веточка там и гриб прямо в нее шляпку упирается я наблюдал пока он большим не стал и как он прямо вот видно было я каждый день приходил и смотрел ну это мы на ягодном острове были там людей почти нет мы в основном одни потому что маленький остров все я заканчиваю давайте тему мы продолжим по поводу погоды лес растительных животных интересная тема но если мы ее исчерпаем дальше пойдем тогда давайте потому что тема то бесконечная можно много говорить потому что иначе я буду один я не хочу это говорить лет двадцать назад победили двумя женщинами пошли по реке Аминовка это поселок Каменноморский семь километров шли нашли вот такой гриб такую шляпку на три части разбилили и приняли а сейчас по Аминовке уже не пройдешь раньше была одна турбаза горная теперь шестьдесят частный баз река Аминовка построили базу и так сказать люди приезжают там по тысячу рублей в сутки повозят уже всю природу то есть но они имеют право да имеют имеют но зато местные меньше пьют когда ты на базе работаешь тебе надо следить за порядком видишь обратная сторона да чтобы эта машина была на осмотровую площадку этих ребят повезти там чтобы супы там всякие борщи краснодарские поэтому люди меньше пьют они уже при деле ведь голова руки не заняты больше орудиям дьявола дикой природы становится все меньше и меньше ничего страшного если я буду с вами разговаривать тоже не ну просто слушай мы не это не претендуем на первенство но во-первых у острова есть хозяин так вот окромя меня так есть хозяин и окромя тебя даже я говорю окромя тебя а я нет ну я вот мысль хочу сейчас договорить меня пустили на этот остров да 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 вот я это тебя понимаю я одинаково мы понимаем друг друга совершенно верно конечно и вот он мне привез вот вы же знаете вот идешь за грибами грибы растут особенно когда погода переменная каждый второй гриб они червивые берешь червивые там вырезаешь ничего не остается от грибов а он мне привез кажется он к тебе заезжал тогда я не понял где-то в сентябре месяце он мне привез три вот такие гриба здоровенных подосины это абсолютно как маленькие чистенькие из этих грибов я примерно жарил примерно шесть или семь сковородок из трех грибов сделал три гриба абсолютно ни одного червя это в конце сентября это интересные факты ведь то что я говорю на самом деле это на самом деле людям это интересно не бывает о грибах можно бесконечно говорить потому что сама тема по себе интересная Саша какие они красивые да да вот этот пример грубо говоря точно они просто эстетично красивые да да эстетично красивые это мне тоже нравится эстетично даже мухоморы красивые да да а что червь это плохо я вместо червяную бросаю варю и я червь плохой здесь не будет наверное яблоки червевые тоже яблоки японцы например готовят червей так вот или китайцы они их на день или на два водах опускают в торок туда потом вытаскивают и получается ну земля выходит и получается колбаски с торогом да а я тогда вам по этому поводу во что хочу сказать ну мы тоже мы же люди начитанные с вами специально проводили исследование кто как чистит грибы потому что я знаю что вот ну много сколько за срок пять лет потому что я езжу на эти на острова люди же разные там чисто такие городские приезжают чисто другие и вот как саша например и вот оказывается разделились мнения кто-то чистит я знаю вот чистят грибы не дай бог чтоб червячок один там вот они все чистят чистят не один говорит а есть да плевать то же самое если немножко есть там три да бог с тем самым три пять десять ничего страшного нет наполовину люди вот опрос показал что люди примерно пятьдесят процентов считают надо только чистые грибы пятьдесят процентов сейчас ничего страшного я отношусь к автовой я ближе к тебе даже потому что в принципе на самом деле когда смотришь новые едят везде лягушек едят в мире там змеи едят собак едят звеней не едят коров не едят я иногда смотрю телевизор так вот иногда бывают такие технические проколы телевизор смотришь а здесь когда приезжаю а там бывает технические проколы вот показывает фермера который разводит червей дождевых нормальных и он спрашивает для рыбаков мне говорит я сдаю фермам каким фермам которые детское питание примут вот проговорился ну да детское питание так вот и чистого белка так вот и червей делают просто нам не говорят про это а так в принципе это белок в отличный белок ой можно тогда тоже я просто интересный ну мне хочется с вами же тоже с вами поговорить поделиться недавно фильм так подожди у нас триумерат так то есть мы а почему ты уходишь в сторону ты я понимаю что ты сценарист и режиссеры все остальное мы втроем нам мне приятно общаться с вами троими а ты тебя сразу а я поэтому спасибо что ты меня остановил я поэтому правильно надо остановить давайте давайте продолжать вот тут затронули питание затронули собак а я однажды собаку ел в одной станице в Краснодарском крае дядя Боря атаман а там на каждые 500 человек ну пришел в гости одну миску супа другую треть а знаешь кого ты ел не знаю а посмотри в окно было три бобика осталось два там этих котят еще нет полно они рождаются а куда их девать нет собачку это нормально я ел собаку не потому что был голодный я ел не потому что я был голодный и змеи я ел так тоже не потому что был голодный это интересно так да в Ворингое я как раз у бичей жил ну ребята хорошие бичи это же больше не тим кент эффект кто от тюрьмы сбежал кто с корабля кто от алиментов и тоже ставят петлю и собаку живой сдирают шкуру душе нет слушай вот такой мех и шапки шьют а то шапку я у них приобрел Это психологически конечно психологически психологически да собака подумаю что такие добрые глаза такая преданность ну чисто психологически да собаку есть она же умная она же преданная А можно уточнить Мне нравится китайская поговорка не смотри на то что ты ешь если оно не пытается убежать или укусить Да, да.